Девушки отдыхают И снаряды долетали даже до крыш домов Крыши ненадолго пустели, но потом их снова занимали зеваки Уже закат румянится, понежусь у окошка По тротуару пьяницы шатаются с гармошкой Красные били из орудий, но их снаряды не достигали цели Так напишет в воспоминаниях о происходившем в начале века В его родном городе Самаре Константин Неклютин Напишет много лет спустя И после тех снарядов, каждый из которых мог бы стать последним для него и для его близких И после еще многих других хождений по мукам Которые закончатся для него за тридевять земель от родного города Но все это будет потом, позже А пока мы вернемся в то время, когда Константин Николаевич Неклютин Родился в Самаре в семье миллионера и городского головы Получив прекрасное образование, он владел тремя европейскими языками И учился в Петербурге, в Политехническом институте По окончании которого получил диплом инженера Проявив яркий и неподдельный интерес к инженерному делу Никлютин увлекся самолетстроением И сконструировал сам и с помощью друзей несколько летательных аппаратов На которых летал над бренной землей, поднимаясь высоко в небо Однако мечтам о небе не суждено было стать мечтами всей его жизни Бренная земля влекла его к себе Влекли ее дела и заботы В 27 лет после смерти отца Константин Никлютин был вынужден возглавить семейный бизнес Приехал в Самару и вскоре стал гласным Самарской городской думы Он быстро преуспел в делах и пользовался в городе известностью Человека, который не бросает на ветер слов Кажется, его ожидало превосходное будущее Но в мае 1918 года по Самаре распространились не очень пока понятные слухи О войсках чехословаков, якобы двигающихся откуда-то с востока От Пензы и готовых взять город Они были в составе австрийских войск во время Первой мировой войны Не хотели воевать против братьев славян, русских Сдались и были взяты в плен Эти пленные чехословаки были освобождены и из них организовали три дивизии Но их отправка на Германский фронт задерживалась из революционной антиправительственной пропаганды А затем в декабре 1917 года был заключен Брест-Литовский мир Однажды я шел из технического отдела по Дворянской улице И вдруг заметил грузовик с людьми странного вида Они все были без брюк Затем проехали еще несколько грузовиков с людьми Все они ехали в сторону Самарки И я пошел этим же путем Через два-три квартала мне навстречу попался парень, скачущий на мокрой от пота лошади Он все время оглядывался, как будто бы за ним гнались Потом, чуть позже, навстречу выбежали еще несколько мужчин без брюк Все это было очень странно В это время года весной вода в реке была еще высокой от разлива И понтонный мост не был наведен На реке я увидел катер, набитый полураздетыми, окровавленными людьми На берегу собралась толпа, которая сочувствовала им Тогда я понял, что произошло Чехословацкие войска достигли Самары по железной дороге из Сызрани Советы собрали находившихся в это время в Самаре крестьян Заплатили им от 300 до 500 рублей Вооружили и отправили за Самарку Там эти солдаты сначала пытались отстреливаться А потом бросились бежать И под пулеметным огнем стали переплывать на другой берег Но большинство из них погибли в воде Когда я возвращался назад, то увидел на возвышении артиллерийские орудия А на следующий день с крыши дома моей сестры Мы могли видеть чешские поезда Которые ходили туда-сюда по железной дороге Находившейся в 8 километрах от Самарки Мы слышали винтовочные и пулеметные выстрелы Продвижение чехсоваков продолжалось На следующее утро они продолжали обстреливать мост Чехи попытались пробиться на другой берег На одном паровозе Но артиллерийский огонь остановил их Они не хотели рисковать На следующий день, на рассвете Чехи все-таки атаковали мост Захватили его и стали растекаться по городу В течение этих дней мы привыкли к стрельбе Только когда она была совсем близко Мы проявляли интерес к ней Около 7 утра я вышел на балкон Но тут же вернулся в дом Так как несколько пуль просвистели кло моей головы Тогда мы все собрались возле окна Чтобы видеть, что происходит на улице Один человек бежал, пытаясь укрыться у стены Но как только он попытался перебежать улицу Его настигла пуля И он упал Позже мы увидели солдат В какой-то необычной для нас форме Они шли по обеим сторонам улицы Но немного не дошли до нашего дома Одна группа остановилась у второго от перекрестка дома Один из солдат отделился от этой группы И попытался перебежать улицу Но здесь его тоже настигла пуля Он упал Солдат был еще жив Дышал, дергал ногой К нему подбежали два санитара Из Красного Креста И перевязали рану И в этот момент один из санитаров тоже был убит А второй скрылся в подворотне После этого я понял, насколько опасной была ситуация И стал звонить своим знакомым Чтобы спросить их, как они И что собираются делать Около десяти утра стрельба утихла Я вышел из дома И направился в свою контору По пути встретил группу татар Которые тащили в суд татарина-коммуниста Но здание суда оказалось закрытым И охранник советовал им идти в штаб Белочехов На улице я прочел объявление о созыве Конституционного собрания После этого пошел к кадетам Собрание кадетов уже давно шло Оратор говорил о текущем моменте О том, должна ли Россия поддерживать отношения с союзниками Или в новых условиях может забыть о своих договорах и обещаниях Когда второй оратор начал говорить о том же Я спросил, читали ли собравшиеся объявления о созыве Конституционного собрания Объявления они читали Но оратор продолжал говорить о международном положении И о том, что Россия должна продолжать поддерживать своих союзников Следующего оратора я перебил Вновь спросив о том, собираются ли кадеты включиться в работу По созданию Конституционного собрания Нового местного правительства Мне ответили, что сначала нужно решить принципиальные вопросы о линии партии В конце концов, я сказал, что уже час назад Они упустили возможность принять реальное участие в делах города В формировании нового городского правительства Я извинился за свое вторжение и настойчивость И сказал, что попытаюсь объединить деловых людей Чтобы сделать что-нибудь полезное для города В 1918 году большевики экспроприировали всю собственность Неклютина и его семьи А он сам оказался под угрозой расстрела В результате чего был вынужден бежать в Сибирь В Сибири Неклютин стал членом колчакского правительства И возглавил комитет по поставкам продовольствия Однако это было только самое начало его хождений по мукам После падения Колчака Неклютин оказался на Дальнем Востоке Некоторое время жил в Маньчжурии, а потом перебрался в США В 1929 году он стал гражданином Соединенных Штатов Америки В США Неклютин сначала работал инженером на заводе «Боинг» А потом, пройдя долгий путь, стал вице-президентом крупной компании Здесь он опубликовал монографию, множество статей И запатентовал ряд изобретений Константин Николаевич Неклютин прожил долгую жизнь Он пережил свое 90-летие и умер в возрасте 91 года О чем он думал в эти последние дни? Что вспоминал грузовики, которые двигались в июне 1918 года По направлению к Самарке Полураздетых людей в крови на самарских улицах Или землю с высоты птичьего полета Которую он видел с тех самых первых летательных аппаратов На которых поднимался под облака Нет, нынче мы в подвальчике Вином наполним кружки И зарем, как мальчики, веселые частушки С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова